Как вы выборы 90-х годов? Выяснилось, что результаты очень сильно зависят от настроения элит. Например, там, где были продвинутые городские избиратели, там довольно уверенно побеждал Ельцин. Более того, всем известно, что фальсифицировать как раз труднее там, где население, члены избирательных комиссий живут в крупных городах. Они более продвинутые, у них другие представления об ответственности перед избирателями и перед законом, и там труднее манипулировать результатами. На селе, особенно в республиках, результаты сильнейшим образом зависели от интересов регионального начальства. В результате, например, в Ингушетии, где был молодой президент Аушев, результаты выборов были в пользу Ельцина. А по соседству в Северной Осетии, где был президент Галазов, бывший секретарь обкома, и который ориентировался на старые элиты, побеждали коммунисты. В Орловской области, где губернаторствовал Егор Строев, опытный старый коммунист, побеждали коммунисты. А в Калмыкии, где был молодой президент Кирсан Алюмжинов, который ориентировался на Ельцина, побеждали демократы и, соответственно, Ельцин. А в крупных городах голосование шло справедливо, потому что там были и за коммунистов, и за демократов, и за националистов, и за левых, скажем, либералов типа Явлинского. Голоса расходились по разным корзинам. Парадокс заключается в том, что тогда выборы были честнее. Об этом свидетельствует, например, то, что если взять 10 крупнейших городов страны, города-миллионники, то в сумме уже в первом туре Ельцин там набрал 52% голосов. То есть, как бы победил в первом туре. А Зюганов всего 18%. А если взять сельские территории, то наоборот. У Зюганова было около 40% и у Ельцина тоже около 40%. Может быть, это так распределились голоса избирателей, но я думаю, что очень существенную роль играли местные элиты. В результате, когда суммировали итоги выборов на селе и в городах, получилось в первом туре у Ельцина 35%, у Зюганова 32%. После этого состоялся второй тур, в котором Ельцин был обречен на победу по той простой причине, что Зюганову было больше черпать электоральных ресурсов неоткуда. А все остальные участники, которые во второй тур не прошли, будь то Явлинский, будь то Лебедь, будь то Жириновский, в ту пору были упертыми антикоммунистами. И их электорат волей или неволей отошел к Ельцину. И, соответственно, Ельцин во втором туре уверенно победил. При этом многие региональные элиты, поняв, особенно в республике, осознав, что они не на ту лошадь поставили в первом туре, совершили сальто-мортали. И результаты, например, в Дагестане были удивительные. Если в первом туре убедительно выигрывал Зюганов, который набирал больше 60%, а Ельцин всего 28%, то во втором туре ситуация поменялась. У Ельцина получилось 50% с лишним, а у Зюганова 40% с небольшим. Просто потому, что не избиратели за две недели изменили свое настроение, а руководство Дагестана. Похожая картинка была в Башкирии и Татарстане. Но общий рисунок определяли крупнейшие города. Не Дагестан, не Татарстан, а Нижний Новгород, Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Поэтому в целом борьба была честнее, борьба была интереснее и борьба была очень разнообразная. Вот эти по разным регионам. Эта эпопея 90-х годов впервые показала нам, насколько на самом деле в разнообразной стране мы живем. Насколько разные предпочтения у местных начальников и у местных избирателей. Собственно говоря, только после 90-х годов, когда удалось сконцентрировать власть в одних руках, начал действовать так называемый федеральный административный ресурс. У Ельцина, чтобы про ту эпоху не говорили, не было прямых возможностей повлиять, например, на руководство Татарстана. Которое как раз наслаждалось тем количеством суверенитета, которое смогло проглотить. И в результате в том же самом Татарстане, в сельских территориях, старая советская номенклатура обеспечивала 90% за коммунистов. А городские избиратели, которыми не так уж покомандуешь, отдавали большинство Борису Ельцину. Так что, с одной стороны, мы поняли, что электральная демократия в 90-х годах вещь очень серьезная. И на самом-то деле угрожающая даже в некотором смысле территориальной целостности страны. Потому что регионы вели себя кто в лес, кто под рова. В зависимости от настроений местных элит и местного общества. А с другой стороны, мы выяснили, что при нормальных законных выборах, хотя трудно их назвать идеальными, просто потому что в разных регионах они шли очень по-разному. И масштаб фальсификации в разных регионах был различен. И при этом, как правило, разнонаправлен. Кто-то из управляемых территорий работал на новую элиту, кто-то на старую. Но в целом, именно этот конфликт политических интересов и дал тот результат, который мы получили. И выяснили, что страна, в принципе, может существовать при нормальных демократических условиях, когда осуществляется борьба, конкуренция, элит, когда никто никого за политику не сажал и не отстреливал. Так что к концу 90-х годов страна набрала уже достаточно большой опыт электоральной борьбы. И выборы в Государственную Думу 99-го года были самыми конкурентными. Тогда было три элитных группы. Коммунисты, зюганов и ориентирующиеся на них старые элиты, и значительная часть избирателей, которые симпатизировали прежним ценностям. Новая элита, пост-Ельцинская, представителем которой была партия «Единство», тогда она еще называлась «Единая Россия», и ее возглавлял Владимир Путин. И третья сила – это промежуточная партия регионалов, Лужков-примаков, которые были достаточно консервативны и представляли старую, еще в значительной степени досоветскую элиту, но в то же время понимали, что должны быть рыночные реформы, и работали с губернаторами. Тогда вот эти три политических группировки очень пристально следили друг за другом, очень пристально следили за подсчетом голосов. И в целом, если говорить про думские, а не про президентские выборы, выборы 99-го года были самыми конкурентными, самыми мучительными и самыми интересными. После этого объединились ресурсы победившей партии «Единство» и проигравшей партии «Отечество. Вся Россия», которой руководил Лужков с Примаковым. Они создали «Единую Россию», построили единую вертикаль, которая управлялась из федерального центра. И после этого выборы стали гораздо более управляемыми, зависимыми и предсказуемыми.